Наконец-то это случилось. Теперь в CS2 доступен B-Hop и Surf, а совсем скоро уже КЗ. Но неужели всё так хорошо? В новой игре теперь доступны режимы из CSGO. Может быть есть какие-то побочки? И, к сожалению, да. Сегодня мы поговорим, почему эти режимы всё ещё не очень. И сможем ли мы приблизиться к тому, что было в CSGO. Сегодня наша задача в этом разобраться. На сайте нас встречает Surf и B-Hop, а через неделю будет КЗ. Извиняюсь, но он задерживается, потому что мы должны доработать пока что эти режимы. Так, давайте начнём с Surf. Доступны карты Utopia, Nux, Beginner, Kitsune и Void. Давайте начнём с Utopia. Зайдём на 29-й сервер. Я нажимаю скопировать и просто захожу в CSGO. В CSGO нет, это не CSGO. Тут я ошибся. Погнали. Первый прыжок. Я сразу могу сказать то, что карта выглядит ужасно. Вы увидите другие карты и они гораздо лучше оформлены. Здесь проблема с освещением, с текстурами и очень похоже на CSGO максимально. Смотрите, я серфлю и это не CSGO, это CS2. И если убрать HUD, как будто ничего не изменилось, согласны? Я всё, что могу заметить сейчас, это отсутствие той самой быстрой скорости, которая была в CSGO. И здесь я должен был быть быстрее гораздо. По движениям, как будто ничего не изменилось. CS2 казалось какой-то максимально деревянной, но в Surf это не отражается никак. И это удивляет. Проходить карты... Бл***ть. Проходить карты не так печально, как могло казаться. О, я прошёл её. Всё, у нас утопия пройдена, отлично. Но не всё так прекрасно и хорошо. Давайте начнём с минусов. Смотрите, я сейчас пролечу у одной рампы, которая постоянно блочится. Там невидимая текстура. Вот она. Во, видели? Я сейчас заблокался. Непонятно об что. Такое встречается на сюрфе. И, наверное, в процентах 30. Вы в любом случае с этим встретитесь. Поэтому это печально. Но мы знаем, что это такое. В CSGO есть фикс этой невидимой текстуры. А в CS2 всё ещё нет. Поэтому мы должны дождаться, когда разработчики это напишут. Если что, это встречается на всех серверах, на всех картах и так далее. Это просто такая механика сюрфа. По текрету. Это 64-й текрет. Поэтому скорость набирается не так, как должна была набираться на 128-м. Саптик, если что, это всё-таки 64-й. Раздражает вот эта вынужденная мера играть на их саптике 64-й текрет. Ладно, я вам показал утопию. Давайте пойдём дальше. Сейчас зайдём на другой сервер. Предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю всё-таки китсюн. А, это Нью-Йорк. Поэтому здесь и говорят на английском. После выхода CS2 мы стали больше появляться в Европе и на Западе, что самое странное. Мы сделали севераки под это специально. В Портленде, Нью-Йорке и Вашингтоне. Вот, и ребята тут общаются. Ну, что я здесь могу сказать? Освещение чуть-чуть есть в CS2-шности. Но всё остальное, вот, прям, грустно. Смотря на эту карту, просто хочется, знаете что? Одного. Это Аркану на Бхопе. Разработчики, проснитесь! Мне нужна Аркана на Бхопе. Так. Бум. Отлично. Кстати, нам понадобился один день после открытия воркшопа, чтобы все эти севераки поставить. Ну, давайте продолжать проблем. На самом деле, они тут есть. Как вы можете заметить, я играю без какой-то цели, без даже таймера, без времени. Я не знаю, какой ворлд рекорд здесь и так далее. Я даже не знаю свою скорость. И всё дело в том, что тут нет таймера. А чтобы его сделать, нам нужно его написать. И нам потребуется 1-2 дня. Может быть, когда вы смотрите это видео, таймер уже есть. Поэтому вас поздравляю. А я вот сижу без таймера. Вот. И, конечно же, без него теряется какой-то компетитив. Теряется цель прохождения. И насколько ты удачно всё делаешь. Пять. Куп! Наконец-то. Пойдём дальше. Нюкс, моя красотка. Смотрите, какая она красивая. Это самая красивая карта, которую я видел в CS 2. Чё, как вам, сюрфик? Ну, очень рад, что вернулся он, наконец-то. Здесь блокающие текстуры, да, вначале? Ну, слушайте. Вроде бы прошёл. О, давай. Я не помню, что здесь делать. А, ну, слушайте, вроде бы должно... Блин. О, господи. Всё. Я прошёл. Так, бигинер. О, смотрите, кстати, забыл сказать. На картах есть стейджи, и они работают исправно. Всё хорошо. Не, ну, бигинер, конечно, карта не симпатичная никак. Текстуры, освещение, всё осталось из CS GO. Но как тренировочная карта, почему бы и нет? Если убрать худ, ну, очевидно, это CS GO. Посмотрите, как это выглядит здесь, и как выглядит в CS GO. Вот, сейчас у вас на экране эти скриншоты. Пух, это было близко. Всё, я прошёл эту карту. Пойдём дальше. И карта уже, тир 2, это void. Но проходя я не буду, потому что не факт, что я тир 2 пройду. Если что, в серфе есть тиры. Чем выше тир, тем сложнее карта. Она выглядит красиво, да? Но когда я её тестил, как будто здесь было слишком много невидимой текстуры, и я забил. Давайте посмотрим. Блин, вот, смотрите, как прессивно забагался. Ладно, пойдём дальше. Сейчас мы будем тестить бэхоп. Ааа, бэхоп лив, красота. Это одна из самых красивых карт. Смотрите. Давайте начинать, погнали. Скорости очень мало, и есть ощущение, что она больше не наберётся. Такие есть. Вот, если добавить скорость, то будет неплохо. Насчёт невидимых текстур здесь такого нет. Проблема только в скорости и в отсутствии таймера. И я вам скажу честно, у меня было ощущение, что даже этого не будет в CS 2. Не знаю почему. Но это копия CS GO. И не всё потеряно, как будто люди не будут оставаться в CS GO, чтобы серфить или бэхопить. Комьюти этих режимов достаточно большое, чтобы заставить Valve поставить какие-то настройки, которые были в CS GO. Ну, к примеру, скорость. Что у нас ещё есть? Ладно, я не знаю, что у нас ещё было в CS GO, но нет сейчас. Но точно, что бросается, это, конечно же, скорость. Вроде бы неплохо, ни на что не жалуюсь. Давайте дальше. Банихоп. Это действительно очень крутая штука, которая есть в CS GO. С помощью банихопа можно делать просто невероятно крутые мувы. Короче, я не понимаю, в чём разница между CS GO и CS 2, но она чувствуется. В целом, вроде плюс-минус, всё то же самое, но как будто бы просто игра ощущается по-другому. Ну, а так, в остальном, я не могу сказать, что что-то не так или что-то плохо. Вроде прикольно, типа. Ну, возможно, ещё я играю не на своём компе, не на своём компе, поэтому ощущается игра как-то не так. Но, в целом, всё работает. А что ещё стоит? Заходите на кибершой. Блин, мне даже денег, я не заплатил, ёбаный назвал. Вырубаю. Следующая карта, это у нас Емева. И тут, опять же, брендирование и отсутствие быстрой скорости. Что я могу сказать? Карта очень красивая. Освещение есть немножечко кайзвашности. Но, я думаю, можно больше. Тут как будто скорости сейчас больше. Вот как будто сейчас у меня максимум. Вот, больше она не... Больше он не пропрыгнет, как будто. Воу, щич, бро. Всё хорошо идёт. Я думаю, сейчас этот ролик смотрят и думают... Когда же, когда будет КЗ? Когда будет КЗ? Я не знаю, как это получилось, на самом деле. Но, последний год КЗ набрал очень большую популярность. Мне кажется, это из-за того, что Моноси постоянно играет КЗ. И люди просто смотрят на это и думают... Ну, значит, проблема всё-таки была в том, что я не играл в КЗ. Я вам сейчас покажу статистику на экране нашего роста по режиму КЗ. Для меня он был слишком резкий, этот рост. Может быть, по статистике он был более-менее ровным. Но обсуждение точно КЗ выросло. Раньше на этот режим смотрели, как на Казахстан. А сейчас уже, как на тренировочный режим. Мне эта карта не нравится тем, что она очень похожа на все локации. И есть ощущение, что ты всегда идёшь назад. Но, кроме этого, конечно, как разминочная она супер. Потому что очень простая. А вот и финал. Отлично. Карта очень красивая, на самом деле. Наверное. Осмелюсь это сказать. Она самая красивая из всех, что я играл сегодня. Как будто она больше всего проработана. Под КС-2, конечно же. Я никогда не играл в Муллайт в КС-Го. И интересно посмотреть на этом видосе, как она выглядела в КС-Го. А, нет! О, наконец-то. Пошло добро. Очередная карта на прохождение. Неплохо, мне понравилась, но она очень лёгкая. Последняя карта осталась. Очень уродливая карта. Мне она не нравится. Как будто в КС-Го играю. Ну, мне кажется, её не исправить. Это просто некрасивая карта. Но у неё и не было цели быть красивой, я думаю. Всё, я прошёл её. Ха-ха. Ладно. Не, ну слушайте, мне кажется, для начала, для первого дня, мы сегодня столько карт. И это очень даже неплохо. Если что, локации у нас пока что три. Но когда вы смотрите это видео, скорее всего, не добавились. Какой у меня вердикт? Мне кажется, у КС-2 есть большой потенциал. Добавить таймер. Убрать невидимые текстуры. Добавить больше карт. Топ. По всем игрокам лучшее время. По каждой карте. Это всё вывести на сайте у нас. И добавить скорость, которая была в КС-Го. И всё. Как будто будет всё идеально. И мне казалось, что будет гораздо хуже. Я думал, что будет всё по-деревянному. А здесь механика ровно точь-в-точь, как было в КС-Го. Ну, лично для меня. Может быть, какой-то профессионал скажет иначе. Если тебе интересно посмотреть мои настройки КС-2 и мой конфиг, ты можешь нажать на этот ролик и перейти к нему. А на этом мы заканчиваем. Пока.